Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. Сегодня мы поговорим о косметике Essence. Наконец-то я добралась до их стенда и решила закупиться всем тем, что мне не хватает в косметичке. На этот раз мне удалось не только прикупить косметику, но и ухватить парочку продуктов для маникюра. Итак, давайте начнем с тональной основы. Сколько тестеров тональных основ я не брала в руки никогда. В Essence я не замечала тональных основ с легким покрытием. Скорее всего это обусловлено тем, что она рассчитана для подростковой, более проблемной кожи. Но все-таки я решила рискнуть и взять вот такую вот тональную основу, которая называется Stay All Day. И судя по названию, это должна быть мега стойкая основа. На распродаже был оттенок номер 10 Soft Beige. И так как я недавно была в отпуске и за гармой немножко остался, я подумала, что именно этот цвет мне сейчас и нужен. Как и предполагалось, тональная основа довольно плотная. Но это ей не мешает хорошо распределяться по лицу. Иногда немножко проваливается в поры, но не критично. Так как этот оттенок уходит у нас более в желтый, бежевый цвет, она с легкостью перекрывает все покраснения и даже синячки. Не только за счет своего плотного покрытия, но и за счет нейтрализации цвета. Вот я наношу ее на две половинки лица и, как видите, разница просто сумасшедшая. Очень удивило, что при такой плотной текстуре ее не ощущаешь на лице, она не кажется маской, не сушит и не жирнит кожу. Единственное, если у вас есть какие-то сухие участки или опять же шелушение, при близком рассмотрении ваш оппонент заметит наличие у вас тональной основы. Это определенно. Она действительно стойкая. В конце рабочего дня мне приходится очень долго отмывать кожу от нее. В общем, эта тональная основа подойдет девушкам, у которых есть покраснение на лице, какие-то пигментные пятна, шрамики от прыщиков, дисколорация в виде светлых пятен. Ну что, переходим дальше. И следующим у меня в руках появляется вот такой вот гель для бровей. Я скажу честно, очень давно о нем мечтала, но очень боялась ошибиться в выборе, потому что я видела у некоторых девочек этот гель очень сильно заметно. И даже у блогеров, которые профессионально занимаются макияжем, на видео заметил такой ненатуральный блеск бровей. Как будто вот взяли канцелярский клей такой в стике и нанесли на брови. Возможно, это модно, но лично я это не считаю красивым. И мне кажется, это парит всю контору, потому что с диалогового расстояния видно, что у вас на бровях гель. Так вот, гель Essence меня очень приятно удивил. На самом деле он может использоваться не только для закрепления волосков бровей, но и вполне может использоваться как база под тушь для ресниц, потому что имеет способность хорошо фиксировать волоски. Скажу сразу, гель я использую только для бровей. Для ресниц он мне не понравился, потому что как-то странно влияет на мой тушь. И под тяжестью двух продуктов мои ресницы начинают смотреть резко вниз. Для бровей этот гель, мне кажется, идеальный. По консистенции это что-то среднее между гелем алоэ вера и водичкой. Очень при этом наносится удобной щеточкой. При этом он быстро не схватывается и дает вам возможность хорошо разложить каждую волосинку на бровях отдельно. Также я заметила, что он значительно повышает стойкость продуктов для бровей. Я использую только карандаш и вместе с этим гелем он действительно держится до конца дня. Даже вот хвостики бровей всегда у меня теперь уже на месте. Для макияжа глаз у меня появилась вот такая вот их новая однушка, которая называется Contouring Eyeshadow Set. И судя с названием, вы догадались, что он у нас предназначен для коррекции формы глаза. Это матовые тени в очень правильных оттенках. Ну, в плане коррекции, конечно. Первый оттенок это такой пастельно-розовый с легкой ноткой персика. На сворчах он кажется практически белым. Но с базой от Maybelline Color Tattoo приблизительно в таком же оттенке они работают просто шикарно. Сразу же проявляется цвет. Он хорошо помогает подготавливать верхние века к будущему макияжу. А также полностью выравнивать и как бы облагораживать его цвет. Второй оттенок у нас холодный. Я бы назвала его топово-розовым. Он немножко больше сыпется, чем первый оттенок, но более пигментированный. Вообще, эта двушка, она прям не чистый пигмент, что практически исключает возможность переборщить с этим продуктом. В общем-то, не боимся и наносим так добротно на кисть. При довольно слабой пигментации эти тени умудряются подчеркнуть любой цвет глаз. Оттенки сами по себе очень универсальные. Например, светлый оттенок можно наносить не только на все подвижное веко, но и под бровь. Это смотрится очень красиво. И, в общем-то, добавляем сюда тушь и макияж готов. Кстати говоря, о туши для ресниц я решила дать еще один шанс. Эссенс. И попробовать вот такую вот их новую тушь, которая называется Volume Stilist. Она нас должна подкручивать и хорошо держать ресницы. Потому что в ее составе есть стайлинговый воск. На самом деле, мне кажется, здесь не самая удачная щеточка. И сам дозатор, который убирает остатки туши, мне кажется, вообще не работает. То есть, когда вы достаете кисть, у вас она полностью перепачкана продуктом. Причем так конкретно. Вам приходится по 2 часа сидеть и убирать остатки. Сама щетка какая-то странная. Она очень большая и сделана в виде такой ложечки. То есть, на одной стороне щетки нет ворсинок. Так как здесь дозатора нормального нет, вы практически берете и ставите кляксу на своих ресницах. И пытаетесь ее как-то потом растянуть. Она не удлиняет, но распушивает ресницы. Как по мне, абсолютно их не фиксирует. То есть, нет заявленного изгиба. Ресницы торчат куда им хочется. И при этом сама формула туши очень странная. Она как будто крупинками. И такое чувство, что у вас самая дешевая тушь. Причем просроченная. И иногда обсыпается под глаза. Жаль, но это опять промах. Обидно, что у Essence почему-то не получается сделать хорошие туши для ресниц. Если вы нашли такую, обязательно напишите мне в комментариях. Ну что, переходим дальше. У меня в руках вот такие вот румяна. Это их новая версия знаменитых румяшек Mosaic. У меня была еще их старая версия. Сейчас они обновили немножко их дизайн. И в общем-то сделали их меньше. И я бы сказала более универсальными. В общем-то у нас здесь три оттенка, которые нужно смешать кистью и нанести на щечки. Я отчетливо помню, когда принесла их домой и сделала первую сводч. И была абсолютно в шоке. Потому что на сводче ничего не было. То есть даже намека на пигмент не было. Это была какая-то меловая консистенция без определенного цвета, но с ярко выраженным шиммером. Но о боже мой, какое у меня было удивление, когда этот продукт почему-то начал работать на щеках. Но при этом абсолютно не показывается на сводчах. Я такого еще честно не видела. Вот за счет неявной пигментации они явно не тянут на румяна. Это больше корректирующий продукт с элементами хайлайта. Это неимоверно красиво смотрится на загорелой коже. И в общем-то дает такой эффект, как будто вас немножко температурит. То есть у вас покраснели щечки, но при этом вы слегка вспотели и блестите вот тут вот на щеках. Давайте поговорим о маникюре. И я наконец-то купила себе новую пилочку для ногтей. Очень приманила она у меня своим вот этим вот бирюзовым цветом. На самом деле пилочка очень хорошая. Она такая двухсторонняя, двухфазная. На первой стороне у нее более такой мелкий абразив. А на второй более активный. И первая вот ее сторона, вот эта вот бирюзовая, она у нас предназначена для укорачивания длины ногтя. И второй фиолетовой стороной мы уже делаем форму ногтя. Закругляем где-то уголки. Пока она новая, она просто неимоверно быстро работает с ногтями. Мне удается за минут пять укоротить длину и сделать форму ногтям. Обычно это у меня занимает минут так 15 хороших. И последний продукт, который я приобрела от Essence, это топовое покрытие, которое называется Quick Dry. Оно нам позволяет очень быстро подсушивать любой лак для ногтей. На самом деле это средство работает очень странно. Оно такое чувство, что истончает предыдущую пленку лака, который вы сделали. И за счет этого, конечно же, ускоряет высыхание. Но при этом стойкость самого маникюра заметно снижается. Через три дня покрытие начинает как будто пересыхать и лущиться. В общем, если вам нужно очень быстро переделать маникюр, но при этом вас не заботит, что будет через два-три дня, это средство определенно для вас. На этом все. Надеюсь, это видео было вам интересным или полезным. Если это так, не забывайте поставить пальчик вверх. Внизу мне будет очень-очень приятно. Напишите мне в комментариях, какой продукт от Essence вам нравится больше всего. Мне будет интересно почитать. Спасибо вам большое за внимание. А я вас всех злую. И пока!